Привет зритель! Сегодня у нас очередная история из сети. Мы с мамой жили хоть бедно, но были очень дружны. Маме нужна была помощь, она была инвалидом и сама себя обслуживать не могла. Папы у меня уже давно не было. С маминой помощью я окончила университет с красным дипломом и меня пригласили на хорошо оплачиваемую должность. Жить стало легче. Мама даже немного помолодела, начали ее хорошо лечить и вскоре мама уже начала обходиться без посторонней помощи. К нам на работу приехал сын хозяина фирмы. Мы познакомились и начали встречаться. Вскоре Сергей предложил мне руку и сердце. Папа моего будущего мужа не особо был рад тому, что его единственный сын женится не по положению, а по любви. Но выбор сына он уважал. Я переехала в город, родители мужа подарили нам квартиру. Нас взяли на работу с хорошим окладом в другую фирму и мы решили забрать мою маму к нам. А она с нами немного пожила и сказала, что уедет, так как не хочет мешать молодым. Но мы с мужем решили снимать ей квартиру недалеко от нас и от больницы. Все у нас было хорошо. Я каждый день ездила к маме, а в этот день не смогла. На работе была запарка и я решила поехать к ней на следующий день перед работой. Придя домой, я звонила маме, но она не брала телефон. Я начала беспокоиться и мы с мужем решили к ней поехать. Но когда мы приехали, то нам никто не открыл дверь. Соседи нам сказали, что приезжал мужчина и выгнал женщину с квартиры и сказал, чтобы она больше никогда не появлялась в семье его сына. Я поняла, что это был мой свекор. Я поехала к нему и все ему высказала, а он мне сказал, твоя мама для нашей семьи абуза. Она постоянно тянет деньги из семьи моего сына, что я как отец позволить не могу. Если меня что-то не устраивает, то я могу уволиться, потому что фирма, в которой мы с мужем работаем, это его фирма. Не очень долго думая, я написала заявление об уходе. Зарегистрировала его у секретаря и уехала в свой город к маме. Через день ко мне приехал мой муж и начал просить меня, чтобы я вернулась. Но я ему сказала, что мама для меня главнее всего на свете. Мой муж улыбнулся и сказал, другого ответа я от тебя и не ждал. Я уволился, ключи отдал матери и сказал им, чтобы больше меня не беспокоили. У них теперь нет сына. Я обняла его и расплакалась. Сейчас мы с мужем ждем пополнения, со свекром мы не общаемся, а свекровь к нам приезжает и мы этому очень рады. Вот однажды перед родами мама сказала, что нам нужно поговорить всем вместе. Она посадила нас с мужем и попросила нас, чтобы мы помирились с отцом Сережи. Я сказала, что больше не хочу это обсуждать. Но мама настояла, чтобы мы помирились, ведь он нас любит, но по-своему. Она встала и позвонила моему свекру. Он ждал этого звонка три года. Мы поговорили. Он попросил у меня и у мамы прощения. Короче, мы помирились. Свекр купил нам большой дом в Москве. Мы все переехали в этот дом. Я родила двойняшек, мальчика и девочку. Мама живет с нами и помогает нам по хозяйству. Свекр души не чает в своих внуках. Он очень изменился. Люди, которые больны, тоже люди и душа у них может быть намного больше, чем у здорового человека. Не обижайте больных. Судьба может вас наказать и очень сильно. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.